Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметка Электрика. Сегодня небольшое включение по ситуации с работой токовой отсечки на данном фидере. Сейчас уже все у нас здесь в работе, фидер включен. Нагрузка здесь у нас порядка 40 ампер. Но позавчера, вернее 7 числа, у нас сработала на нем токовая отсечка. Смотрим события, 7 февраля. Вот отключение от первой ступени МТЗ, то есть это у нас токовая отсечка. 7 февраля в 15.43 было отключение. Сейчас я подключил ноутбук, и сниму осциллограмму данного процесса, данного аварийного отключения. Посмотрим, какой ток. Это у нас электроустановка 10 кВт, ячейка КРУ-210 тип. Стандартная ячейка, про монтаж которых я вам уже неоднократно показывал на своем канале. Терминал ТОР-200 от Ренематика. Блок управления, модуль управления СМ-16 от Тавриды. Два автомата. Автомат переуправления слева и питание самого непосредственно терминала через отдельный автомат. Ну, соответственно, здесь вакуумный включатель Таврида Электрик ВВТЛ-10. Сейчас сниму осциллограмму вот этого отключения. Зашел в программу. Смотрим журнал событий. Вот наше событие. 15-43-36-233. Отключение от первой ступени МТЗ. Заходим в осциллограммы. Заходим в осциллограммы. И здесь выгружаем. Я уже выгрузил. Вот нам интересна единственная осциллограмма от 7.02.15-43-36. Вот она. Я ее уже считал. Вот наша осциллограмма. Итак, вот осциллограмма нашего отключения. Здесь вы видите А, Б, С. Это токи у нас. Так, здесь указочка первая, вторая. Это у нас напряжение. И вот смотрим. Вот смотрим здесь значение. Была изначально нагрузка порядка 38 ампер на фидере. Все было нормально. Все хорошо. Дальше произошло короткое замыкание, которое достигло значения ну и 4800-4700 ампер. Вот. В этот момент видим наше напряжение. В нормальной работе напряжение было порядка 10 кВт. 10.38, 10.35, 10.26. То есть, в момент короткого замыкания напряжение снизилось до 7,2 кВт. Вот он, этот промежуток. Так, дальше смотрим здесь, что у нас сработало. Так, это положение выключателя. Роли отключения. Так, вот у нас отключение от первой ступени МТЗ мгновенное. Мы сюда поставим вторую указочку. Так, пуск защит. Вот у нас где защита начала реагировать на наше замыкание. То есть, вот таким образом смотрим время. Время у нас между первой указкой и второй указкой составляет 0,3 секунды. То есть, это время с момента обнаружения короткого замыкания до момента поступления сигнала на отключение вакуумного выключателя. Здесь мы видим РПВ, РПО. Это вот когда произошло само непосредственное отключение уже вот в этот момент. Вот видим, ток уже здесь равен нулю. Ну и, соответственно, после этого выдалась аварийная сигнализация. Давайте посмотрим векторную диаграмму. То есть, вот так вот у нас была нагрузка 37-38 бета-ампер. Напряжение 10,4 здесь. Ну, здесь немножко округляет. Вот видите все углы на векторке. Вот произошло у нас короткое замыкание. Видим все величины, видим напряжение наше. Видим 3Е нулевое. Ну, интересно, что же у нас случилось. Где произошло замыкание на данной линии. И так чудным образом получилось, что наша ситуация попала в кадры видеонаблюдения. И я вам сейчас покажу причину данной ситуации, данной сработки токовой отсечки. Сразу предупреждаю, что качество там не очень, но смысл вполне себе понятный. Плюс, видите, там по времени будет разница примерно 2 минуты. Ну, это просто не синхронизация камеры и нашего терминала. То есть, здесь у нас была авария в 15.43. Вот мы видим, да. А там в 15.45. То есть, буквально 2 минуты рассинхрона. Итак, смотрите. Это зима, февраль. Все в снегу. Вдалеке двигается некий объект. И смотрите внимательно. Оп! Видели вспышку? Вот время 15.45. Давайте еще раз посмотрим. Вот двигается наш объект. Это самосвал, который произвел разгрузку из кузова и продолжил движение, не сложив свой кузов. Видите, у него там вдалеке даже видно, что кузов еще на отгрузку. И вот он дальше двигается таким образом. Доезжая до линии ВЛ, тут у нас идет воздушная линия, провода мярец. И тем самым задевает нашу линию. Токовая отсечка успешно отработала. Водитель остался жив. Вот такие вот ситуации бывают у нас на практике, где можно разобрать работу действия защиты. В данном случае токовой отсечки. Мы знаем место замыкания на данной линии. Мы знаем удаленность. Можно проверить себя и сравнить ток расчетный, который у нас, допустим, зафиксировал здесь терминал. То есть по факту. Это очень удобно для анализа подобных и в целом различных ситуаций по срабатыванию защиты. Собственно, на этом и все. Вот такой получился небольшой сюжет про срабатывание токовой защиты на линии и демонстрация причины срабатывания этой самой защиты. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много всего интересного. Ну и если у вас возникли какие-либо вопросы по данной ситуации, по терминалам, допустим, ТОР-200, либо по Силограмме, то задавайте их в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!